МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я передаю слово Галине Анатольевне Анохиной. Нутритивная поддержка и электролитные нарушения при COVID-19. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сейчас будет презентация. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов конференции за то, что они пригласили меня для участия в этой конференции. И хотя, наверное, мой вопрос может быть не столь важен, как реаниматологов, но все же постараемся разобраться роль нутритивной поддержки для пациентов с COVID-19. Сейчас, я думаю, через минуточку будет открыта презентация, и мы с вами начнем, как говорится, разбирать этот вопрос. И хочу сказать, что летальность – это ключевой показатель пандемии коронавируса, и это ключевой показатель, когда речь идет о том, насколько эффективна та или иная страна противостоит пандемии коронавируса. Но если сравнивать, допустим, страны Европы, в Германии этот показатель смертности чрезвычайно низкий – 0,6%. В Италии – один из самых высоких – 10%. Во Франции, в Испании – там немножко ниже. Как ни странно, в такой стране, как, казалось бы, Украина, которая сейчас переживает не самые легкие времена, летальность всего на всего 2,9%. И, конечно, у меня, как у диетологов, заинтересовал этот вопрос. Почему происходит вот такая разница? Почему по сравнению с другими государствами в Германии умирают значительно меньше инфицированных коронавирусов? И какая роль в исходе этой инфекции у пациентов в зависимости от особенностей национальной пункты? И здесь приведем такой график. Здесь буквально начинают марта, апреля, мая, июня, июля. Выведена кривая так, кривая, и мы видим, что действительно Германия занимает такой вот низкий процент смертности. Хочу сказать, что Украина, конечно, она все, что сделала, очень хорошо. Это жесткий карантин с 12 марта. Это условно тем, что много зоровичан начали с Италии ехать домой. И началась вот эта пандемия, эпидемия в Украине. И как это ни странно, смертность как раз не очень высокая. Это 2,9% и 70%, естественно, это умерли пациенты, которые имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. То есть все то, о чем вы уже знаете. Так, но меня интересовал вопрос зависимость, смертность от COVID-19, от национальных пищевых привычек. Сравните, допустим, Италию и Германию очень, естественно, достаточно сложно, потому что все же Италия имеет меньший доход, как говорится, на население. Немножко у нее хуже медицинское обеспечение. Германия относится к одних самых таких баратых европейских стран. И у нее очень низкий уровень смертности. Для того, чтобы все же более точно оценить влияние национальных пищевых привычек на исход COVID-19, я выбрала такую страну, как Швейцария. Швейцария, она имеет кантоны, где много живет немцев, французы и итальянцы. Вот здесь это переведено на вот эту вот карту, так. Вот это французский кантон, это итальянский кантон. А все, что светленькое, где низкая смертность, это те, где проживают немцы, которые сохраняют свои национальные традиции. И точно так же, когда я начала смотреть Австрию, Хрватию, Чехию, Торчу, Словакию, страны Балтии, они имеют более низкие уровни смертности, чем Франция, Италия, Испания, а также французские, итальянские, швейцарские кантоны. И это все переведено в литературе. Ну, какой же тогда посмотрим рацион, рационный немцам немецкой в Германии. Хочу сказать, что я, так как диетолог, изучала питание не только, а школьные обеды. Вот школьные обеды, точно так же, шпикачки, свиные, сосиски, сардельки. Вот это традиционные блюда, которые кушают ежедневно, и туристы, которые приезжают, это огромные порции мяса. Так, в различные виды, это различные колбаски, шпикачки. Это большое количество квашеной капусты, большое количество картофеля. Конечно, это идет в очень большой разрез с нашим понятием здорового питания. То есть получается, что нездоровый рацион питания оказался лучше здорового питания. Если взять, анализировать этот рацион, он очень богат полноценным белком. Чуть дальше будет национальная кухня итальянцев, там у них преобладает белок растительного происхождения. То есть этот рацион богат, индекс усвоения, белка этого 0,90 и выше, это мясо. А индекс усвоения белка неполноценного растительного, чрезвычайно низкий. Прежде всего, мясо, оно богато цинком, каркетином, квашеная капуста, короткозапучительными жирными кислотами, фосфоликидами. Кроме этого, такой рацион не вызывает значительного повышения в крови глюкоза инсулина. И более того, не способствует повышению углекислоты в крови. Известно, что уровень углекислоты зависит от потребления углеводистопищи. Глюкоза сгорает в энергетическом цикле с образованием CO2H2O, а жиры, они с образованием кетоновых тел и не дают повышение углекислоты. Это момент чрезвычайно важный, допустим, для пациентов из вирусной пневмонии. А вот это рацион итальянцев. Ну, все, наверное, это был в Италии, или ходят в итальянские рестораны. Это пицца, это различное количество макарон, мучных изделий. И я лично была в Италии и видела, что итальянцы могут на первое заказать себе пиццу, на второе заказать еще какое-то такое блюдо, которым обязательно будут макароны. Это растительный белок имеет низкий индекс усреждения. Он представлен проламинами, глютелинами. У нас нет ферментов в большинстве случаев, особенно проламином. А в муке это приблизительно 80% проламины. И такой белок усваивается только в том случае, если его замочить на 1,7% спирте. То есть получается, что это низкобелковый разбалансированный рацион. И кроме того, этот рацион способствует значительному повышению в крови глюкозы и инсулина, что тоже очень плохо для любого пациента, в том числе при вирусной пневмонии, потому что сладкая кровь, да, это липкая кровь, это всегда будет нарушение микроциркуляторного русла, это будет эндотериальная диспансия и все другие, как говорится, последствия. Более того, оказывается, этот факт заинтересовал ученых и которые начали изучать влияние на активность ангиотензин, превращающего фермента, от пищевых продуктов. И что оказалось? Что такие продукты, как квашеная капуста, просто кваша и также другие ферментированные продукты, например, это те продукты, страна ферментированных продуктов, это Южная Корея, оказывается, они снижают уровень очень сильно ангиотензин, превращающего фермента. И поэтому страны, население которых ежедневно употребляет ферментированные овощи, это Корея, Тайвань, Болгария, Греция, Румыния, Турция, она имеет более низкую смертность от COVID-19. Ну, хочу сказать, что квашеная капуста – наиболее применяемый овощ в Украине, а также красная свекла. У нас даже в Украине есть такая подсловица, что от чумы погибло много стран Европы, а в Украину когда-то в средние века остановила красная свекла. Но красная свекла – это источник бета-иена, это очень хороший источник для синтеза фосфоридов, фосфотидилхолина. Ну, уже здесь исход, исход пневмонии вирусной любой, конечно, он зависит от состояния революционных капилляров, от мембраны эритроцитов, дисфункция эндотелия, повышенная проницальность капилляров, снижение пластичности мембраны эритроцитов. Естественно, это ухудшает газообмен легких, вызывает гипоксию. Естественно, что нахуй, это саркавиаторный русл на мембраны эритроцитов, на эндотелий, значительно влияет гиперфекемия. Я хочу сказать, что пациенты с инсулинорезыцентностью, с гиперинсулиномией, могут быть различного возраста, между прочим, и различного веса. Я вот как гипертолог очень часто учуя назначать определение индекса хома, и смотрю, что инсулинорезыцентность чрезвычайна, не знаю, как в других странах, но я думаю, что в какой-то степени в Европе, везде на Украине ходят люди с высокими уровнями индекса хома, и имеют инсулинорезыцентность, то есть они стоят в преддверии сахарного диабета второго типа. И учитывая вот такие вот данные, можно сказать, что количество углеводов питания больных вирусной пневмонии, и включая COVID-вирусную пневмонию, должно быть уменьшено на 50-70%. Прежде всего, для того, чтобы не повышался уровень углекислоты, для того, чтобы не было реальной дисфункции, для того, чтобы не было липкой крови, когда будет способствовать развитию тромбозов. Встает вопрос, что же тогда можно пациентам рекомендовать? Что кушать? Кажется, вирусная система, это не что иначе, как лоушка жира. Наиболее жирная кровь в нашем организме – это кровь сосудов лёгких. В капилляры лёгких поступает жир из кишечника, через большой грудной лимфатический проток, все жиры, которые мы с вами съели с пищей, они не идут в печень, образуются хиломикроны, которые транспортируются в лимфатической системе через грудной лимфатический проток. И точно так же те жиры, которые синтезировала липиды, синтезировала печень, идут из нижней половины и тоже направляются туда же. И поэтому выселка, алюрел, сурфакантный комплекс на 90% стоит из фосфолипидов, жирных кислот, холестерина и только на 10% белков. То есть потребности в холестерине у пациентов, которые страдают вирусной пневмонией, лучше еще начать подготовку нутриативную до того, потому что когда будет тяжелая форма COVID-19, пациенту будет ошмот, рота и все остальное, попробую его чем-либо покормить. То есть течение и исход вирусной пневмонии зависит от нервничных капилляров, мембранных эритроцитов, сурфакантного комплекса. Вот здесь приведен на состав, липидный состав сурфакантного комплекса. Фосфатидилхолин, видите, достаточно большое количество, 47% ненасыщенные фосфолипиды, то есть фосфолипиды различных классов, различных вариантов, нейтральные липиды 5% и еще 5% это холестерин, свободные жирные кислоты. Я здесь привела таблицу жирно-кислотного состава жиров. Для того все же то же самое, чтобы разобраться, почему в Германии, которая очень много употребляет свинины, у них и рулька свиная, и все эти колбаски, как правило, используется свинина. Так вот, посмотрим, НСЖ, это насыщенные жирные кислоты, жир свинины, содержание так же много, 39, 64 на 100 грамм. Полиновая кислота, омега-9, это та жирная кислота, которой славится оливковое масло, 43%, то есть выше, чем в сливочном масле, чем в жире телятины, ну и, естественно, в солнечном масле. Линоленовая омега-6, 9 и 40 и даже омега-3, 0 и 0,7 содержит жир свинины, то есть жирно-кислотный состав очень благоприятный, что и объясняет такую низкую, возможную низкую смертность. Где содержатся необходимые для сурфатанта жиры? Прежде всего, это яичные желтки. Яичный желток, который содержит фосфатидилхолина, 4-5 раз больше, чем холестерина, будет как-никак очень хорош для пациента. Но единственное условие, это что яичные желтки не должны подвергаться термической обработке. Печень, так, свинина, икра, соя, рыбий, жир, сливочное масло, сливки и сметана. Это основные источники тех, необходимых для легких жиров. Естественно, характер питания играет важную роль для иммунитета. Если мы возьмем, как раз известно, что белки, это само собой понятно, очень важные компоненты для иммунной системы. Но жиры, какие же жиры лучше для иммунитета, каких, допустим, в этот период мы можем уменьшить количество отказа. Липопротеиды очень низкой плотности, это регулятор пролиферации лимфоцита. Липопротеиды низкой плотности, те, которые мы с вами ругаем, обвиняем во всех бедах, но не являются носителями всех каротиноидов, витамина D3, витамина А, витамина Е, всех абсолютно жирно-растворенных компонентов пищевых. Эти транспортируются в составе липопротеидов низкой плотности. И эти липиды, особенно витамин А и витамин D3, он нужен клеткам иммунной системы. Поэтому в этот период, когда пациент имеет большой риск заболеть коронавирусной инфекцией или другими вирусами, а на этом, как говорят прогнозы, не становится эта эпидемия, вирус будет меняться, и нам надо будет приспосабливаться, и по прогнозам мы будем еще с ним встречаться, и осенью, и неизвестно еще когда и как. Так, холестерин снижает проникновение вирусов в клетки. Ну, есть работы по вирусному гепатиту С, когда изучались, показано, что если клетка, клеточная мембрана содержит достаточное количество холестерина, то проникновение клетки в вирусы утрудняется. Полиненасыщенные жирные кислоты всех классов имеют иммуносубрессивные действия, поэтому растительных массов в этот период особо не привлекаться. Обоснование повышения белка в питании больных вирусными инфекциями доказано, что кинетика аминокислот и лимфоциты увеличивается в 8 раз, как раз тогда, когда есть большая вирусная нагрузка. А кинетика включения аминокислот соответствует потребностям клеток. Клетка пропускает внутрь то, что ей надо. Дефицит белка всегда ведет к иммунодефициту, и дефицит белка может быть причиной нарушения митохондрии уже в первые дни заболевания. Видно на таких очень важных микронутриентах витамин А, ретинол. Участвуют в дифференцировке целостной эпители клеток, включая эндотерий сосудов. Сохранение целостности стенковых сосудов в синтезе гликопротеина. Это тоже очень важно, потому что особенно повреждения, а могут, конечно, вести в образование. Антиоксидатная защита. Поддержание адекватного иммунодического ответа, это повышение фацетарной активности лейкоцитов. Участие в синтезе гормонов надпочечника. Это противовоспалительные действия. Человек с дефицитом витамина А тяжело переносит вирусные заболевания. Есть такие данные по коревой пневмонии. Африка и Европа, когда начали сравнивать, почему исследования проводились еще где-то в 20-м столетии, почему у таких смертных детей приводят к пневмонии такая высокая. Хотя там витамин D3 есть, солнце есть, да, коротиноидов, если вы пишете достаточно, оказалось, что очень большой дефицит витамина А. Когда начали давать детям витамин А, заболеваемость и смертность вирусной пневмонии резко уменьшилась. Хочу напомнить докторам, чтобы они знали, морковь – это не витамин А, абрикосы – это не витамин А, тыквы – это не витамин А, это коротиноиды. В это коротиноиды частично может превращаться в витамин А. Организму нужен ретинол, нужен животное происхождение – витамин А. Ну, здесь наведены дозы, сколько нужно употреблять за сутки. Только нужно помнить о том, что если мы не путем пищевым, а будем назначать отдельно витамин А в каких-либо комплексах, что назначать длительно, его тоже нельзя, надо смотреть на дозу. Если доза высокая, он может депонироваться в печени и вызывать гиперпитаминоз. Ну, витамин С – это, само собой, понятно. Тут, видите, друг моря популярный, то это понятно почему. И больных COVID-19 сейчас мы с вами рассмотрим, но шизофреников тоже самое. Оказывается, витамин С – блокадок допаминовых рецепторов, а допаминовые рецепторы как раз, там их количество большое, они очень активны при шизофрении. И витамин С очень важный, очень важный для надпочечников. Если человек в стрессе, а что такое вирус – это стресс, так расход витамина С надпочечниками может достигать до 300 миллиграмм сосудки. Если будет его дефицит, могут быть очаги кровоизлияния и повреждения надпочечника. Мы же, в принципе, не стремимся, это воспаление будет, да? Витамин С – участник коллагена эластина, при его дефиците повышается проницаемость и ломкость капилляров. На этом фоне мы будем иметь не только вирусную пневмонию, такую классическую, но придется назначать также антибиотики, потому что если у нас будет высокая проницаемость микроциркультурного русла, и за пределом русла выйдут эритроциты, там вирусная пневмония, может присоединиться бактериальная пневмония. То есть витамин С – достаточное количество, это здоровое микроциркуляторное русло. Ну, можно вспомнить классическую цингу. Главоприятные эффекты витамина С зарегистрированы у пожилых людей с острыми респираторными инфекциями, в рецидивирующем острым респираторным дистресс-риндроме, отмечено уменьшение тяжести и продолжительность заболевания, сокращение продолжительности пребывания в стационаре симптомов пожилых пациентов с пневмонией, сокращение продолжительности искусственной вентиляции во всех людей пожилого возраста в отделениях интенсивной терапии. Для профилактики исследования показали, это уже последние данные, это исследования, которые проводились в Китае и которые проводились в Нью-Йорке, изучали количество витамина С в моче, и в зависимости от обеспечения организма было показано, что экстренция витамина С снижается во время инфекции, в частности по COVID-19, чтобы предположить, что большое количество витамина потребляется самим организмом. Известно, что если витамин С или другой витамин, мы там, например, мы с вами приняли, как правило, покупается такая большая таблетка 500 или 200 миллиграмм, больше его человек будет влияться в моче, а незначительная часть будет использоваться организмом. Есть у этих пациентов с COVID-19 очень мало было низкой экстренции, то есть организм задерживал, то есть были потребности витамина С большие. Но проблема витамином С является также то, что фактически, я не знаю, как в других странах, в Украине, в аптеке витамин С не купишь. Асклюбиновая кислота в организме ведет себя так, как все органические кислоты, как лимонная, яблочная, антарная. Она имеет очень слабый, практически не имеет свойств витамина С. Если уж назначать, то нужно искать эльфону, так называемые аскорбаты. Аскорбаты, они как раз эльфона, имеют очень хорошее свойство витамина С. Но на всякий случай, если негде его взять, я, например, пациентам рекомендовала покупать аскорбатин. Рутин тоже то же самое. Он уменьшает проницаемость, проницаемость сосудов у пациента. Но есть компании с биологически активными добавками, у которых есть аскорбаты. Витамин Д3. Это тоже очень много исследований, ранее поведенных, при различных других вирусных вирусных заболеваниях. Я думаю, что COVID-19, конечно, имеет свою маску, но имеет очень много общего с другими вирусами и вимониями. Потому что рецепт витамина Д3 находится на поверхности всех клеток иммунной системы. В ответ на попадание в организм макроорганизма в вирус на поверхности макрофага выделяется рецептор для связания витамина Д3, так и активируется синтез специальных протеинов, каотелозидина и бета-дефензина, отвечающих за уничтожение микроорганизмов. Показано, что при содержании в крови витамина Д3 ниже 30 нанограмм на миллилитр, на миллилитр и выше, если 30 нанограмм на миллилитр и выше, снижается риск различных вирусных инфекций. Конечно, если ниже, то это, естественно, будет немножко хуже течение вирусной вимонии. И согласно данным литературы, эффект витамина Д3 был максимальный, уровень должен быть не ниже 45-50 нанограмм на миллилитр. Цинк. Цинк – это один из самых иммунотропных минералов. Восстанавливает функцию тимуса, увеличивает синтез антител, увеличивает содержание CD4 клеток, интерлекина-1 или интерлекина-6, нормализует активность Т-Хелперу. Он напрямую подавляет размножение риновирусов. Естественно, что цинк используется даже при лечении некоторой эпидической инфекции дозы вируса. Это действует очень быстро, до сутки. Особенно диктивен продромальный период. Доза может быть 10 мг, до 25-50 мг на день. Ну, хотелось бы еще напомнить, я думаю, что все хорошо знают, что состояние дыхательной системы зависит от состояния мышц, которые участвуют в дыхании и под миокарда. Естественно, что передвижение воздуха во время вдоха и выдоха по воздухоносным путям обусловлено по переменным расширениям уменьшения размера грудной клетки за счет сокращения расслабления дыхательной мышц грудной клетки и геофрагмы. Тут ничего не сделаешь. С возрастом, естественно, мышцы атрофируются, уменьшается количество митохондрии в мышцах. А если еще очень часто пациенты в возрасте после 50-60 лет очень часто принимают статины для того, чтобы снизить количество уровень холестрина в крови, они имеют, естественно, астатины через месяц приема астатинов. Обеспечение митохондрии, например, миокардии, коэзиму Q10 уменьшается на 50%. И самое, что отрицательное от этих препаратов, конечно, это даже не то, что там поражается печень и там еще какие-то другие органы, это, конечно, поражение мышц, в том числе дыхательной системы, потому что пациент не сможет полноценно дышать, как бы на его не крутили, как бы, что бы мы не хотели. И еще чрезвычайно важно, конечно, поддержание калио-магниевого баланса, потому что тонус мышц, он очень сильно зависит от калия. Как правило, есть дефицит калии и магниевого пациента из артериальной гипертензии, сахарным диабетом, из-за стойной сердечной недостаточностью. То есть также, если, допустим, есть дефицит калия и магния, увеличивается риск развития мозгового инсульта, тяжелой желудочной аритмии, дополнительное введение калия и магния, есть данные, спасает развитие внезапной смерти на 50%. Поэтому на это тоже надо обратить внимание, потому что пациенту очень тяжело дышать и есть возрастные еще изменения, а есть ли там еще калия, дефицит, а магния – это вообще очень дефицитный инерал. Хочу вам еще рассказать роль калия и магния при COVID-19. Калий играет важную роль в биоаналитической активности, поддержании нервномышечной возбудивности и проводимости. Снижение уровня калия в мышцах, участвующих в дыхании, ведет к нарушению дыхательной функции развития гипоксидии. Гипокалимия оказывает отрицательное влияние на состояние миокарда, способствует снижению сократительной функции миокарда, дилитации власти сердца, вызывает развитие желудочного экстрасистолия. Одной из причин гипокалимии, особенно у пациентов метаболическим синдромом, сахарным, диабетом 2 типа, гиперинсулими, является повышением уровня инсулина в крови. То есть эти пациенты, они требуют больше калия, чем, допустим, здоровые люди. Но я знаю, что очень много врачей, когда я задаю вопрос, скажите, сколько здоровый человек должен употреблять калия в сутки, все как-то скромно молчат. Но хочу сказать, калия, наверное, столько, сколько натрия. А мы переедаем натрий. Мы кушаем хлеб, кушаем колбасы, сосиски, еще солим, подсолим. Мы будем еще соленья кушать в борьбе для схода 19, чтобы получить какие-то эффекты. Это будет разница, должен быть баланс между калием и между натрием. Натрий получить очень легко, употребляем избытики. А калий не так-то легко и получить не так просто. Особенно, если это зима, допустим, если нет доступности до фруктов, а если это больные с сахарным диабетом и фруктов нельзя, и картофеля им нельзя, где им взять, извините, этот калий, бананам нельзя, потому что там не золото или киничный индекс, соку им тоже нельзя, картофелю достаточно тоже нельзя, и они находятся в состоянии гипоокалиемии. Кроме того, потребность калии возрастает во время стресса. Любая инфекция это стресс, даже независимо от психоэмоционального состояния человека, человек может бояться, не бояться, может быть спокойным, все равно это стресс, это период катаболизма. Естественно, наличие стресса и выброс катехоламина, выброс кортизола требует более высоких потребностей обеспечения организма в калии и магнии. Если еще калий с трудом каким-то можно погрузить, то магний чрезвычайно дефицитный. Магний является фактором более 300 ферментов в участии биохимических реакциях. Поэтому он участвует в энергетическом обмене, уменьшая изучение окисления и фосфорилирования обмене АТФ. Почему очень сложно современному человеку получить пищу магний? Потому что магний сконцентрированный в плотных ткань. В организме человека 50% магний это в костях. Остальное там в суставах, в коже, в волосах, в тях, в тях. Если бы мы, как крокодилы, кушали все, как говорится, курицу из кожи, с терьями совсем, мы были бы обеспечены. Человек же кушает какую пищу? Он кушает рафинированную пищу. Он кушает рафинированную много в отрубях, но сколько этих отрубей вы не можете представить себе, все идет на 100 грамм. Это кишечник не выдержит для того, чтобы получить магнию. Одним из источников магния хорошие зерновые особенно гречка. Но еще хотела вам сказать, мы очень часто пользуемся различными таблицами, выбираем продукты согласно таблице. таблицы, которые приведены, по крайней мере, которые пользуются в Украине, я думаю, в России и в других странах СНГ, это таблицы, которые созданы профессором Скурихиным, Волгаревым, который в свое время был директором директора Института Китания России. Первое издание было в 1976 году. Это вышло справочное. потом он был готов и переработан. В 1987 году. Но прежде чем издать, надо было, если посмотрите эти таблицы, там абсолютно все продукты, консервы, там огромное количество продуктов, где сделаны полностью анализ по белкам, жирам, аминокислотам, витаминам, минералам, все абсолютно очень детально. Уже этих продуктов нет. Совершенно нет. Поэтому ориентироваться и подбирать, я иногда своим детям говорила, что вы считаете, что вы пользуетесь этими программами. Мы же не знаем, какой продукт что содержит. Вот, для того, чтобы не были условны, вот такой журнал вышел в 2017 году, журнал, где было приведено огромное количество содержания пищевых компонентов, пищевых продуктов и минералах. Так вот, разница была буквально, например, в тысячу, полторы, тысячи процентов. Ну, например, я знаю, что гречка, ядро, богато мангрии. Но когда я покупаю в магазине гречку, ядро, я не знаю, я попал на ту, которая с нами, или на ту, которая без нами. Потому что уровень минералов в продуктах зависит уровень минералов и исчезпочек. Потребности растения человека в минералах отличаются, а производители заботятся о высоких вырожае. Более того, это была такая интересная статья «Скрытый голод человечества». Там мы кушаем много макронутриентов, мы можем обеспечить себя большим количеством белка, жира, углеводов, калорий, но по микронутриентам здесь чрезвычайно большие сложности. Прежде всего, естественно, большие огромные фрукты и другие продукты, чем быстрее созрели, чем более крупные, тем меньше в них микронутриентов. Поэтому есть выход и во всем мире. Используются различные источники минералов, витаминов дополнительно. Я хотела бы представить панангин. Это прекрасный и очень известный и давным-давно используемый источник кария и магния. Аспарагина кария и магния компании ингидон рихтер в англия. Есть раствор для внутривенного введения, когда мы можем быстро устранить дефицит кария и магния, особенно у пациентов тяжелых, но я больше уверена, что в реанимациях естественно это проводят, но даже если пациент не попал в реанимацию, можно ввести и бояться не надо. Это увеличивает, это умение повышает тонус дыхательной мускулатуры, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, что способствует уменьшению гипоксии и увеличивает шансы пациента на выживание. И тем более это таблетированная форма, которая содержит также калия аспаргинат, магния аспаргинат, тут наведена дозировка. Доза выбирается индивидуально, конечно, зависит от потребностей человека, там есть ориентиры по пульсу, по экстрасистолии, по другим каких-то критериям. Я думаю, что врачи их очень хорошо знают, особенно у лиц, которые, например, любители кофе или, допустим, которые принимают джигонные препараты. И в принципе их можно использовать и курсовым лечением, потом поддерживающие обязательно порядки, потому что с помощью продуктов питания к сожалению, мы это сделать не можем. Теперь я бы хотела уже конкретно сказать, а все же таки, если пациент не такой тяжелый, если все равно, а что ему рекомендовать больше? Знаете, человек рождается с пищевым рефлексом, он умирает, да, бывает родственник и говорит, да что можно дать, даже самому тяжелую пациенту. Нужно запомнить, что острый период это период катаболизма, то есть распорок клеток с целью улучшения энергетических субстратов глюкозы и жирных кислот, то есть глюкозу мы будем обеспечивать. Цель диеты обеспечения организма энергетическими субстратами, но в основном за счет жиров, я уже объясняла почему, для того, чтобы уменьшить количество 202 в крови. Кроме того, жиры дают большее количество энергии, не вызывают гиперликемии и гиперинсуллиминей. То есть у нас не будет липкой крови, которая, естественно, будет способствовать развитию тромбозов и вызывать эндотелиальную дисфункцию. Между прочим, хочу сказать, что не только субстрат глюкоза вызывает эндотелиальную дисфункцию. Это прекрасно делает фруктоза, а мы любим назначать сильные фрукты, различные соки, фрукты, фруктоза. Это галактоза точно так же ведет себя, у них есть полиолы и путь окисления. Поэтому, что же все же рекомендовать конкретно? Отвар шиповника, но без сахара. Он был насыщенный, да. Лимон, имбирный напиток. Можно чай со сливками. Можно чай добавить со сливочным маслом, немножко хорошего сливочного масла, 82,5%. Если пациент желудочно-кишечный тракт хорошо переносит молоко со сливочным маслом, небольшие розы, можно пуинный бульон, можно сделать суп-юре с добавлением яичных желтоков, под самый конец сделать вот такую заправку яично-сметанной смеси. Можно йогурт, кефир, можно приготовить кисель молочный, можно приготовить кисель фруктовый, там не будет так много фруктов, немножко можно овсяный, рацион с уменьшенным количеством поваренной соли, прием пищи часа небольшими порциями, состоит из блюд, которые любит пациент. Если пациент что-то любит, ему хочется, надо ему это позволить, это дать. особенности питания перед стиханием острых явлений. Перед стиханием острых явлений это начальник преданаболизма, восстановления разрушенных тканей. Поэтому нужно обязательно постепенно увеличивать пищевой белок. Куриный нежирный бульон, разнообразные супы на курином бульоне, суп-юре с рекореликами, яичными хлопьями, заправленными сливочной яичной смесью, блюдо из мяса, печени, птицы, рыбы, в виде запеканных свежие ягоды и фрукты в умеренном количестве. В умеренном количестве я обязательно рекомендую фрукты кушать. Обязательно на десер. Не используют в качестве перекуса, потому что если пациент, допустим, кушает какой-нибудь фрукт между приемной пищей, быстро глюкоза, фруктоза поступает в кровь, особенно глюкоза, выброс инсулина, гиперинсулиномия и кушок поехал. Поэтому лучше немножко, но во время самого приема пищи, 3-4-5 раза питания. Потому что когда этот фрукт находится в желудке в более длинное время, он, как говорится, перемешивается вместе с химусом и поступает в тонкую кишку медленно. И предпочтение надо давать свежим ягодам, особенно такие дикорастущие ягоды, они содержат очень много различных полезных веществ и они в виде соку. Сок можно дать тяжелому больному, который не может кушать такую ягодку. Порции еды небольшие, блюда протертые или измельченные, приемки еще частые, 5-6 раз в день. Рекомендуется также в это время принимать ферментные препараты. Ну и хочу закончить свой доклад. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Поэтому есть случаи выживания пожилых людей, есть случаи смерти людей среднего возраста и конечно причинами очень часто это являются метаболические поражения. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...